Итак, всем приветик! Сегодня поговорим на важную социальную тему насчет Чехии. На протяжении канала поднималась эта тема очень-очень много раз. Или просто мне писали, да что там о Чехии говорить, в Чехии одни расисты. Во-первых, я не знаю, почему в мире это ошибка не только русскоязычных людей, это почему-то уже и на английском языке я смотрю, и все. Стали вдруг всех, кто не приемлет другую нацию, называть расистами. Но расизм — это неприятие по расовому признаку. Соответственно, по факту, грамотно если рассуждать, это должно называться ксенофобия. Непринятие ничего чужого. Ксенофобия — когда тебе не нравится какая-то нация в силу тех или иных причин, даже если это нация твоей расы. И это то, что пишут как раз-таки наши. Поэтому у меня как-то язык особо не поворачивается назвать это расизмом, потому что мы одинаковые расы с чехами. Но ксенофобия, я понимаю, что некоторые люди ее переживают. Я представляю, где они конкретно ее переживают. Я понимаю, что это может отвернуть их от Чехии. И также понимаю, что есть ситуации, когда они сами виноваты в том, что они выставлены этой ксенофобией. Есть ситуации, когда они не виноваты. И когда родился мой сын, у меня так получилось, что очень сильно поменялось окружение. Но это, наверное, то, что получалось у многих до меня. Потому что когда на протяжении всех лет мои какие-то приятельницы рожали детей, очень часто мы с ними просто переставали быть такими близкими приятельницами. Теперь я абсолютно понимаю, почему. Потому что образ жизни невероятно разный. И проблемы такие разные, что очень часто от бездетных приятельниц ты не можешь абсолютно получить той поддержки и понимания твоей ситуации, в которой ты находишься. Поэтому раньше я себе представляла, что это так. Теперь я это полностью понимаю. Так вот. Получилось так, что я довольно интенсивно везде знакомилась с разными мамами. Не то, чтобы это был мой выбор, и я пыталась с ними знакомиться. Так получалось. Я просто жила со своим ребенком. У меня появились просто места, в которые я раньше никогда не ходила. Всякие курсы детские, детские площадки, детские мероприятия. И нет, нет, нет. Я очень социальная, я легко знакомлюсь с людьми. У меня приобрелся большой новый круг общения. И среди этого круга были те, кто первые хотели, как бы сделала первый шаг ко мне. Они были те, кому сделала первый шаг я. А были те, которым мы с первой секунды друг другу не понравились, а потом, походив на совместные курсы, там, шесть месяцев, мы вдруг поняли, что мы родственные души, и мы подружились. Разные сценарии со всеми были. Вот. И на одних из таких курсов я познакомилась с одной мамой, которая мне очень сильно понравилась. Она мне очень сильно понравилась. И чем больше я узнавала какие-то факты о ней, и о ее работе, и наблюдала ее, тем больше она мне нравилась. И я очень хотела такого человека в мое окружение. Это чешская мама. Я очень хотела такого человека в мое окружение. И как-то я шла после урока гулять с другой мамой, и я пригласила ее, и она отказалась. Сказала, что она очень занята, извинилась и ушла. Думаю, ну, окей. То есть я еще на тот момент совершенно не поняла, что она не хочет со мной общаться. Окей. После этого прошло уже там, наверное, я не знаю, может быть, 4 месяца. Я решила сделать повторную попытку, и я ей написала лично. У меня был ее номер телефона. Я ей написала лично, что если хочешь, то у нас вот дети одного возраста, можем сходить куда-то в кафешку с детской комнатой и просто посидеть, пообщаться. Вот. И она не ответила вообще мне. И потом я ее встретила, наверное, через неделю после этого. Она увидела меня, подошла ко мне и сказала, что извини, пожалуйста, я очень сильно закопалась, и я не ответила на твое сообщение. Я с радостью куда-то схожу, она мне сказала. Вот. И это мы увиделись обратно на уроке. И когда урок закончился, я не стала больше ничего говорить, да, потому что я уже предприняла как бы две попытки. Человек не отреагировал. Тут она извинилась. Ну, окей. То есть она не обязана была вообще, на мой взгляд, извиняться. Не хочешь, не хочешь, нет никаких проблем. Но она извинилась, думаю. Ну, значит, она пытается сделать какой-то шаг навстречу ко мне и объяснить как-то эту ситуацию, и все. Вот. И заканчивается урок, и она начинает созывать других девчонок, чтобы они пошли с нами, да. Хотя вроде как, и она говорит, вот сегодня есть время, мы вот с Олей собирались погулять, но пошлите все другие. То есть я вижу, что она ставит конкретно дистанцию между нами, она не хочет лично со мной встречаться, просто не хочет. И все. Я прекратила все попытки. Мы пошли тогда гулять все вместе, включая ее, пообщались, посмеялись целой толпой. Ну, это такое, да, как когда ты идешь толпой, другого уровня общения, ты не можешь друг друга узнать поближе. Я хотела именно с ней попытаться навязать контакт, потому что со всеми другими девчонками у меня уже на тот момент отличный контакт был. Вот, и я бы хотела именно с ней. Ну, не получилось, и все. И потом уже где-то через, наверное, 2-3 месяца мы сидели в большой компании общей, других мамочек, там уже были разновозрастные дети, и она что-то начала рассказывать про свою работу и отпустила какой-то нелицеприглядный комментарий про украинцев. Не до той степени, чтобы там пускаться в конкретную ксенофобию, или расизм, как принято сейчас говорить. Ну, что-то такое, что уже было за гранью вежливости и за гранью чего-то. И я так шух, у меня так глаза, знаете, человека лично не знаю, что у меня глаза так ёкнули. Отчасти я, ну, могу понять тебе, может, что-то не нравится, но когда человек так публично об этом рассказывает, и я видела, что в этот момент хорошей половине мамочек стало неприятно, они так, знаете, отвернулись, как взгляд какая-то, наступила неловкая ситуация. Она поворачивается ко мне и говорит, ой, Оля, извини, я тебя ничем не хотела обидеть. И я в этот момент полностью поняла, что фишка в моей национальности, что она не хочет со мной общаться из-за моей национальности. По сути, на таком близком уровне это случилось единожды, да? Но теперь давайте разбирать, стоит ли из этого откровенно делать проблему. То есть на личном уровне я подверглась дискриминации, наверное, шесть раз в Чехии за 16 лет. То есть интенсивность этого, при том, что я очень общительная, я везде лезу, и дважды дискриминация была, когда я участвовала в митингах по правах животных, что я тоже понимаю, да? Когда ты в чужой стране приходишь кому-то и рассказываешь ему, выдаешь брошюры, что ему не надо есть мясо, он может отреагировать агрессивно. Я это понимаю. То есть всего там это было шесть случаев, и в личной жизни это был один-единственный случай, когда меня, скажем, вот так вот отвергли по национальному признаку. Ну вот, ребята, стоит ли из этого откровенно раздувать? Это же проблема этого человека. Если всем нормально я, и всем со мной хорошо, а ей ненормально, так это же она потеряла в моем лице приятельницу, да? Своим подходом или чем-то. А может, выиграла, а может, она выиграла этим подходом. Это ее дело, ее решение. И от этого, что Чехию записать теперь в плохую страну, некомфортную, да моя жизнь никак не переменилась. И комфортность моей жизни от этого инцидента, и даже если их еще 20 таких будет, она никак не изменится. Поэтому это отношение только в вашей голове. Это раз проблематика, да? Понять, что один конкретный человек и даже толпа единомышленников не представляют собой целую нацию, среду, которая здесь царит. Это первое, второе. Она мне ничего не сделала, да? Она сказала одну не очень красивую ремарку. И я говорю, она не была там вульгарной, пошлой, безумно дискриминационной. Она не была такой. Она была просто, когда ты говоришь... Я не хочу приводить примеров, да? Но когда ты говоришь то, что про каждого человека на Земле можно сказать, но ты выделяешь его конкретно и применяешь на конкретную нацию. То есть из разряда, я не знаю, что-нибудь такое, типа... Вот у него сера в ушах, потому что он вот там... Украинец или русскоязычный, или кто-нибудь еще, да? То есть она сказала такого уровня комментарий. И принялась еще передо мной извиняться. То есть очевидно, она создала вокруг этой ситуации четко, думаю, не хотя, думаю, не хотя, зная, что у нее работа хорошая и уровень хороший, думаю, она не хотя создала эту атмосферу. И поскольку это было публично, она не знала, как выпутаться, она растерялась, она бросилась извиняться передо мной, и все это такое было какое-то неловкое. Вот. Поэтому это всего лишь один человек. И даже если он соберет группу единомышленников, еще раз говорю, это никак не выражает мнение страны и комфортности проживания. Второе. Очень многие люди, которые пишут это, попадают в те круги, где вероятность расизма и ксенофобии просто значительно повышается. В частности, это очень дешевые работы. На каких-нибудь складах, упаковке бутербродов, книг, каких-нибудь неквалифицированных строительных работах. Они попадают туда, и теперь надо разбирать эту ситуацию грамотно. В этот момент они оказываются в числе очень малообразованных и недальновидных людей. Чехи, которые в своей стране работают на таких работах, очень многие из нас вынуждены работать на таких работах, и у меня через такие работы прошли просто профессора и врачи. Очень часто мы просто вынуждены проходить через эти работы, потому что мы не знаем языка, когда мы приезжаем, потому что мы проходим в этот момент процесс нострификации, подтверждения каких-то дипломов своих, учимся чему-то и так далее. То есть очень многие из нас попадают на эти работы не потому что мы неквалифицированные, а потому что мы в другой стране находимся. В то время как чехи, которые туда попадают, они есть неквалифицированные. Они сидят в 40, 45, 50 лет, они все еще неквалифицированные работают за самые маленькие деньги. Поэтому они автоматически являются очень малообразованными в принципе по жизни людьми, которые просто не попытались в своей жизни никогда прорваться, выстроить какую-то карьеру или что-то. И они видят там иностранцев, которые приходят и работают за те же самые деньги, как они, приехав только что. У них это вызывает агрессию, что я 20 лет своей трудовой деятельности или 30, и я все еще здесь. Если он только что приехал, не говорит ни слова по-чешски, он работает со мной. Их это раздражает. Это раз. Второе. Очень многие из них и в их рядах, они пропагандируют друг другу, что иностранцы отнимают у них работу. Это тема, которая из Америки мы знаем из всех фильмов. Все там мексиканцы отнимают работу и так далее. Есть какая-то доля правды. Я не хочу сейчас этот подкаст сводить к геополитике и к серьезным разговорам о расизме и всей истории эмиграции. Это очень долгая тема, чтобы обсуждать, отнимают ли объективно эмигранты. Но я не считаю, скажем так, чтобы сократить эту тему, я не считаю, что это дело личное каждого человека до такой степени, чтобы он пошел и иностранцу это высказывал. Если тебя что-то не волнует, волнует на том уровне, что ты считаешь, что иностранцы у тебя отнимают работу, у тебя должно хватать уровня на то, ты можешь митинги организовывать против этого, если ты считаешь, что на твою страну покушаются. Ты можешь идти в политику и стать политиком, который продавит законы, которые будут ограничивать въезд иностранцев. Но если же ты идешь просто на то, чтобы атаковать конкретного иностранца, чью ситуацию ты не знаешь, и большей частью очень многих людей, особенно на эти низкооплачиваемые работы, нехорошая судьба завела, его завела плохая судьба, тяжелая ситуация, этот человек не проявляет никакого сострадания, он нападает и свои внутренние какие-то низменные вещи, которые в нем накопились, пытается имплементировать на этого конкретного человека и выстреливать на него. И скажите теперь, почему вас это должно интересовать? То есть это человек, у которой в такой стране, как Чехия, где возможности просто валяются, он не в состоянии это сделать, он сидит и 30 лет работает, делает морковку перекладывая из тазика в тазик, понимаете? Больше его ни на что не хватило. То есть он за 30 лет своей трудовой деятельности в своей собственной стране, со своим собственным языком, он не смог выучиться ни на что и так далее. Вы работаете рядом с ним, для вас это временный этап, и вы знаете, что через три года у вас будут другие реалии, другое все, через пять лет вы не вспомните о нем. Но в этот момент вы позволяете, чтобы этот человек, который не смог пристроиться, имеет агрессию, озлобленность на всех, сегодня вы ему лицом не вышли, вашим там восточнославянским, завтра ему не вышел немец, потому что он родился в гораздо более привилегированной стране, и он даже в Германии на заводе, работая как он там, или на морковке, он зарабатывает больше, им все не такие и не так сделанные. Почему? Вы позволяете себе стать жертвами таких людей на том уровне, чтобы для вас привлекательность Чехии или любой другой страны падала от этих людей. Это люди, которые работают во всех странах на самых низменных, малооплачиваемых и неквалифицированных работах. Именно они, большей частью, выступают самыми большими расистами и ксенофобами, гонят всегда на иностранцев и всегда им создают некомфортные условия от своего низкого личностного уровня развития и от своего неудачной, неуспешной карьерной деятельности это происходит. Почему? На вас это должно влиять до такой степени, что этот опыт работы на каком-то складе для вас является основополагающим вашей жизни вообще в этой стране, ребята. Это просто глупости какие-то. Я тоже, когда приехала в Чехию, я тоже работала на неквалифицированной, очень малооплачиваемой работе, которая, где я пережила тоже определенную роль, долю дискриминации и куча своих сложностей и всего, мне плевать на это. Потому что уже через пять лет после этого я была журналисткой, я ездила, брала интервью всех знаменитостей и жила совершенно другой жизнью. Я приходила туда, где они работали, они сидели там же и перебирали эту же работу, которую я была вынуждена делать, потому что я только что приехала и не знала языка. Чего мне на них? Равняться и обращать на них внимание, чтобы они были для меня причиной, почему я не могу потом жить качественно и комфортно и полноценно в этой стране. Это абсолютно неправильный подход, это абсолютно неправильный подход, непонимание вообще того, что происходит. Вот. И дальше, где-то в жизни у вас выстрелят какие-то ситуации, когда вас продискриминируют. Чаще всего, чаще всего в каких-то бытовых ситуациях на улице. Откуда я это знаю? Я смотрю видео про всяких расистов и дискриминаторов американские на Ютубе. Очень мне нравится, как они там выпрыгивают и как потом их за это арестовывают и прочее. Практически все они, когда их уже ловят или суды, я думаю, что вы тоже видели, суды американские, где некоторые из них до такой степени там разгулялись, что им дают судебные сроки реальные. год тюрьмы за их расистические нападки. И они после суда льют горькие слезы и говорят, я даже не расистка. Я сказала это, потому что я знала, что это заденет этого человека. Вот и все. Они все так говорят. И я, кроме тех, те, кто реальные расисты, они сидят и молчат. Они в шоке, они думали, им прокатит это в очередной раз, но не прокатило. Поэтому фишка в том, что большинство расистов и ксенофобов вообще таковыми не являются. Просто когда ты на улице с кем-то вступаешь в потасовку, самое легкое это вцепиться за очевидное. Вы ему что-то сказали, там, я не знаю, мелкая авария на дороге, да, вы там столкнулись. И выходите, и вы говорите с акцентом. Все. Это очень легкий пункт, во что в пицце. И он скажет, ах ты, там, не хочу, не хотела привести, примерно лучше не буду, там, да. Ах ты там, восточный славянин или что-нибудь в таком духе. Вот, понаехали здесь и все. Он даже так не думает. Это просто для него легко. Потому что это очевидно. Потому что, чтобы сказать конкретно что-то о вас, надо что-то знать о вас. Надо знать, что у вас там история, плохая вождение на дорогах или что-то. Чтобы сказать что-то о ваших способностях водителя или о том, что какой вы слепой, корявый или это, это надо дольше общаться с вами. Это же лежит на поверхности. Вы иностранец. Ага, это настолько легкая тема, по которой можно проехаться, что даже думать не надо. Поэтому они это выпаливают в сердцах. А потом, когда наступает вся эта ситуация, разборки, да, все судебные и аресты, и все, они совершенно себя иначе ведут. Вот. И, наконец, ребята, вот это просто пункт номер 4 в моем монологе. Наши страны просто до невероятности расистические и ксенофобные. Мы даже внутри своих людей, поскольку в Советском Союзе входило огромное количество людей из самых разных стран, да, из 15 стран с совершенно разной этникой и разным всем. Я сама вообще, хоть я выгляжу как классическая славянка, я вообще не славянка. У меня нет славянских корней. Так вот, поскольку такая разная этника и такое разное все, мы даже своих людей не сумели принять. Я через всю мою жизнь в постсоветской стране видела миллиард, миллиард дискриминаций даже наших собственных людей. А уж то, что делали с иностранцами, особенно из каких-нибудь не самых, да, вокруг американцев, там канадцев бегали все, но если приезжали болгары, если приезжали африканцы, отношение к ним было просто ниже плинтуса. Наши люди это первые расисты, ксенофобы и все. И вы вдруг стали играть, живя в этой среде годами, вы вдруг стали играть в то, какие там в Америке или в Бельгии или в Чехии расисты. Да, успокойтесь, ребята. Чтобы играть в эту игру, это если уже опустить все те моменты, о которых я сказала выше, чтобы играть в эту игру, самим надо быть кристально чистыми, потому что если мы сами так относимся в нашем обществе и никто, абсолютно, никто абсолютно не стоит за этих людей. Я сама ровно перед отъездом рассказывала много раз эту ситуацию, ровно перед отъездом в Чехию я дорабатывала на своей работе, уже оставалось мне в буквальном смысле пару недель, когда к нам пришел мужик из одной из республик бывшей Югославии. Я думаю, что вы хорошо осведомлены об их истории и если чувак приехал оттуда не в Бельгию и не в Чехию, а в Белоруссию, я думаю, что вы можете себе представить, какая, наверное, у него жизненная ситуация, что он приехал в такую страну и он работал грузчиком, вы не представляете, какую дискриминацию он прошел. Я тогда смотрела на него, мне было его так жалко, я ругалась с ними, я защищала его и я сама знала, что я уезжаю, думаю, неужели и я приеду и ко мне вот так же будут относиться, как к нему. Его унижали, его называли безруким, безрогим, пользовались тем, что он не говорил по-русски и в его же присутствии на него самыми невероятными словами говорили, чтобы, знаете, он типа слышал, но не понимал, то есть сказать ему конкретно, что ты там тюфяк, навоза, это уже слишком для них перебор, но сказать ему эту же фразу с тем, что он это не понимает, для них это просто был выход, и они отрывались как могли просто на нем. Поэтому давайте в эту игру не играть, у нас культура по поводу расизма и ксенофобии в наших странах до такой степени низкая, что если мы хотим, чтобы к нам по-другому относились, нам для начала это в своем собственном обществе нужно искоренить, да, это так уже, по скриптуму этого всего, это не говорит о том, что раз мы вышли из там расистической нации, что мы недостойны хорошего отношения, но в первую очередь как бы я считаю несправедливо играть в эту игру, ой, меня так все предискриминировали, в Чехии одни сплошные расисты, но при этом, когда на нашей территории кто-то новенький оказывается, то по нем проходится по самое не могу. Это феноменальный просто подход. Я хочу сказать, что в моей, в моем классе, в мое детство было двое россиян, двое россиян, которые на разных этапах подключились, мальчик, наверное, я не знаю, с класса четвертого или пятого, наверное, подключился, а девочка в седьмом классе пришла. И естественно, у них у обоих с белорусским языком были огромные сложности, а белорусский язык, естественно, был обязательным. У них были огромные сложности, и даже там, не сильно по злому, но все равно отрывались и дискриминировали их как могли, даже там, все чужое, если не готовить людей к этому, не поднимать эти темы в семьях, все чужое у людей от природы вызывает непонимание, недоумение, попытку как-то прокомментировать это, влезть в это, поэтому это должно подавляться родителями. Но когда родители эти темы абсолютно не поднимали, не учили нас этому грамотному отношению, мы этого и не умеем. Мы этого не умеем. Точно то же самое происходит абсолютно и в развитых странах. От того, что они развитые, совершенно не значит, что все люди росли в развитых семьях прогрессивных, где с ними разговаривали, объясняли. Это вообще это не значит. Поэтому то, что там в Чехии одни расисты, на мой взгляд, вы пришли за мое мнение, это чушь полная, это единичные случаи. Есть места, где особая концентрация, я бы сказала, этого подхода, и он культивируется там, и эти люди, они бы, может, в другом бы месте это не ляпнули, но они чувствуют поддержку всех остальных таких же и ляпают это. Им это легче, потому что за мной толпа стоит, которая позволяет мне это сказать, так себя вести, они себя комфортнее чувствуют в этот период. Но глобально это единичные случаи из того, что вижу я. Это есть, но это единичные случаи. И это мы сейчас говорим только о дискриминации по национальному признаку, но этой дискриминации полно, полно, и я могу видеть иногда, как недалекие чехи могут ругаться между собой на тех же дорогах, особенно дороги, хорошие примеры, и за какое-нибудь малейшее нарушение просто правил дорожного движения они могут кричать невероятные оскорбления в адрес друг друга, из окон друг к другу и так далее. И это совершенно все равно так или иначе, это говорит что-то о стране, да, но это не говорит о каждом ее жителе, о каждом уровне, это не говорит о том, как вы приедете, как вы будете себя чувствовать, потому что так или иначе это единичный случай. Это же не так происходит, что ты идешь и ты целый день это слышишь. Ну вот идешь где-нибудь раз в год, ты услышишь, как они там перепалку устроили и так далее. Ну окей, они устроили, есть такие люди, у которых не сдержанные нервы, недостаточно уровня воспитанности и всего для того, чтобы эту ситуацию решить цивилизованно. Поэтому они опускаются к таким методам, почему вас должно это волновать до такой степени, чтобы влиять на ваше принятие решения по поводу вашей жизни. Не должно, ребята, не должно, не позволять. Чехия прекрасная страна, очень комфортная для жизни, как по мне, абсолютно лучшая для жизни вообще. Я сколько других параметров не сопоставляю в других странах и уже несколько у нас предложений поступило по переездам, по работе туда и туда. В гораздо более богатые страны, развитые я не хочу. Для меня Чехия абсолютно лучшая страна, лучший контраст между нашей западной культурой и расизм здесь в настолько маленькой форме, что вы нигде не найдете меньше. Это глупости полные в очень многих странах, куда более все это хуже и агрессивнее. Все, спасибо огромное за внимание. Пока! Продолжение следует...